Сергей Козлов. Как слон ходил в гости к ёжику. Однажды из городского зоопарка убежал слон. Это такая обычная история, что мне было бы даже лень её рассказывать, если бы слон убежал днём и пошёл по улицам, мешая автобусам, троллейбусам, заходя в магазины и удивляя прохожих. Конечно же, тут за ним увязалась бы толпа мальчишек, мальчишки бы свистели, улюлюкали, а один из них даже пошёл бы перед слоном, как будто он и есть самый главный. Но слон ушёл из зоопарка ночью, быстро пересёк город, перебежал картофельное поле и скрылся в лесу. Его видел только один ночной сторож возле булочной, да и тому показалось, что слон ему приснился. Вбежав в лес, слон отдышался и пошёл медленнее. Вот тут-то и начинается самое интересное. Ёжик сидел на пеньке посреди полянки и при свете звёзд строгал палочку для грибов. Медвежонок спал. Ослик щипал травку. И вдруг появился слон. Здравствуйте! Протрубил он. Добрый вечер! Сказал ёжик и так задрал голову, что чуть не свалился с пенька. Ослик поклонился и прижал уши. Медвежонок во сне перевернулся на другой бок. Здравствуйте! Снова затрубил слон. Я только что убежал из зоопарка! Мы очень рады, сказал Ослик и лягнул копытцем медвежонка. Медвежонок вскочил, увидел слона и тут же сел на травку. Кто ты? Спросил он с просонок. Слон. А почему меня разбудил? Я тебя не будил. Я убежал из зоопарка. А что мы будем делать? Веселиться. Как? Спросил Ослик. Я хочу вас покатать, сказал слон и встал на колени. Будьте добры, подвиньтесь, пожалуйста, поближе к пеньку, попросил ёжик. Слон пододвинулся к пеньку и ёжик первый вскарабкался на него. А за ним Ослик и медвежонок. В лапе у ёжика была палочка для грибов. Он сидел ближе всех к голове слона и поэтому стал главным. Слушать меня, сказал ёжик слону. Сейчас поехали прямо. И они поехали прямо через лес, напевая веселую песенку. Не на осли, не на коне, мы едем прямо на слоне. Ослик был запевал ее. Медвежонок отбивал задними лапами такт, а слон трубил. Та-ра-ра-ра-ра! Ёжик дирижировал, помахивая палочкой, и так они выехали к реке. Над рекой стоял белый туман. И слон весь утонул в тумане и ничего не видел. А ёжик командовал. А теперь немного левее. А теперь вправо. Ослик с медвежонком пели песню и барабанили по слону лапами и копытами. Ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру, трубил из тумана слон. И скоро проснулся весь лес. Вылез из своего логова и завыл волк. Заухал филин, заквакали лягушки. Кто это нам подпевает, спросил слон. Не отвлекайтесь, пожалуйста, сказал ёжик. А то мы налетим на дерево. Они уже давно мчались во весь дух. Так что только ёлки и сосны мелькали со всех сторон. Слона совсем не было видно. И казалось, что ёжик, ослик и медвежонок сами летят по туману. Жаль, что нас никто не видит, шепнул ослик медвежонку. Да, вздохнул медвежонок. И они снова подхватили песню. Ни на осли, ни на коне, запевал ослик. Мы мчимся прямо на слоне, подхватывал медвежонок. Ту-ру-ру-ру-ру-ру! Глухо доносилось откуда-то снизу. И так они веселились до самого утра. Когда взошло солнце, слон лёг спать возле ёжикиного дома. Ещё разочек. Когда взошло солнце, слон лёг спать возле ёжикиного дома. Здесь-то его и нашли служители зоопарка. Эка умаялся, сказал один. Небось, целую ночь бегал, заметил второй. Слон, он простор любит, сказал первый. И они надели на ноги слону цепи и повели его в город. КОНЕЦ